всем привет с вами тет и сегодня я приготовил вам классную игру профессионалов starcraft 2 если вы хотите играть лучше понимать игру лучше конечно нет ничего лучше чем просто посмотреть игру профессионалов и мы смотрим корейская pvp конкретно у нас будет сегодня игрок nice против топа другого ладера и поехали поехали смотреть будем смотреть за найсом на карте субмарина и кстати кто не видел обязательно посмотрите в предложке и в первом коменте и в описании где ссылочка на видео в котором я играю против найса да то есть видео в котором рассказал про блин колын и там же я играл блин колын против найса вы можете посмотреть как тет играет против корейских профессионалов вот ну смотрим смотрим что они делают анализируем игру берем для себя какие-то фишечки заметочки вот смотрим начинается все стандартно в пвп это идет гейт это идет газ ну то есть все понятно мы кстати видим что вот этот просто поехал уже в разведку наш баркот подъехал в разведку после китай это достаточно модно достаточно модно и стандартно так делать на самом деле и посмотрим посмотрим что он будет делать какой-то странный маневр произвел для чего он непонятно но мы смотрим на найс она с никаких странных маневров не делает как только приходит сюда это пробка за ней отправляется другая это сделано для того чтобы нам не мешали добывать минералы потому что он будет бегать и мешать кибернетку все в общем-то как обычно дальше посмотрим что же будет за открытие у каждого из протосов итак найс открывается в сталкеров сталкеров он предпочитает таких вот надежных и унитов идет ставит пилот на второй базе это поможет ему естественно и и занимать при любых условиях и наверно смотрим вообще от него от его лица будем смотреть мы теперь не знаем чем занимается наш красный протос наш баркот мы смотрим только на найса что же делает он баркот кстати мешает ему убежать пробкой спокойно и сейчас наверно побежит за ним адептами да адептами убивает пробку найс не палит не палит своих сталкеров ждет вот этот пилон пока он построится заметьте что пилон стоит внизу вот то есть это сделано для того чтобы был шанс при надобности там увидите пробегающих юнитов и при этом чтобы они не могли просто убежать потому что если мы ставим сверху винты могут сразу убежать и мы их пропускаем как бы а здесь мы их можем и не увидеть если соперник захочет но при этом и юниты как бы задержатся это помогает адептам пройти половину карты то есть есть такой фишечка фишечка да найс играет старгейт 2 сталкера 2 сталкера старгейт и идет сталкерами разведывать про кси не проверяет то есть он удостоверился что соперника есть два пилона и этого как бы достаточно достаточно больше ничего смотреть не будет у соперника тем временем спрятана пробка и адепты пробежали пробежали поэтому нас идет до центра карты и разворачивается разворачивается то есть он просто-напросто знает тайминги когда искать этих адептов находит этих адептов и конечно же есть пробка которая не даст ли спокойно занимать пробегать пробегать адептам не даст в итоге два сталкера гоняются за адептами два их контроль это в зоне их теней собственно то есть и уже видим четыре адепта что делает найс он разворачивается собирается сейчас на она будет добивать этого адепта и открывается ворокла ворокол ну стабильный отличный юнит то есть четыре сталкера stargate оракл у нас есть и контроль карты от сталкеров и разведочка какая-то от оракла и оракл нам может помочь убивать адепта посмотрим будет ли он убивать адепта вот адепты видят что есть 2 база в принципе у нас вот так вот окей сталкерами продолжает гоняться с адептами играть адепты почти добивать добивает сталкера все таки вот пробка здесь всегда на страж и всегда готова ставить батарейку и полетел полетел оракл побежит ли он убивать адептов на самом деле оракл может очень быстро убить адептов я думал у найса другая задача у него задача во первых поставить 2 урокла он варпает еще двух адептов и вот это вот получается очень прикольная штука у него очень многофункциональный сейчас состав армии да у него есть сталкеры которые сильные юниты которые контролируют карту у него есть оракл который принципе будет помогать разведывать почему он летит он хочет узнать он хочет узнать если вторая база видит иллюзия феникса видит вторую базу видит центре и я думаю он должен накинуться я думаю должен накинуться на центре давайте смотрим накидывается на центре до одну центре он по-любому убивает вторую он тоже должен убить но тут есть батарейка и оракл побежит домой вот и тут вот включается много функциональность то есть вот эти вот три сталкера которые могли были быть четырьмя сталкерами сейчас будут давить спереди на соперника два адепта будут проверять его мультитаск что успеет он закрыть или нет еще и оракл есть еще есть и оракл то есть вот такой вот прикольный состав сталкеры сразу по батарейке бьют вроде бы надо защищаться от сталкеров а тут надо еще и успеть поставить илон пилон не успевает поставить оракл убивает пробку которая должна была ставить пилон адепты пробегают здесь у нас адепты тоже пытаются пробежать и тут начинается дикий мультитаск оракл рвет рабочих сталкеры поднимаются наверх здесь у нас адепты убивают пробку батарейка достраивается получается рекл на вторую базу рекл идет сталкера одного сталкера одно сталкера мало ему нужно подниматься регене щиты здесь прорыв просто проб умирает 103 адепта их убивают сталкер поднимается под батарейку и будет защищать базу оракл прилетает сталкеры конечно оракла прогонят ну и вот такой вот у нас размен размен еще один оракл этот оракл будет убивать адептов Адепты рекорятся и все у нас спаслось В итоге один адепт только погиб Убиваем батарейку И чем закончилось? Чем закончилось? Это очень интересно Соперник открылся, много адептов с блинком И Найс открылся В 4 сталкера, 2 оракла Насколько я понимаю Хотя по моим ощущениям тут еще третий Где-то оракл уже мелькал Мне кажется первый должен был погибнуть И у нас ситуация закончилась тем Что по размерам поровну Но у Найса меньше на 2 пробки Меньше на 2 пробки Вот так вот И по лимиту Найса меньше То есть Найс сейчас проигрывает На данный момент Найс проигрывает Посмотрим как он будет выходить из ситуации Переходит в блинк Конечно же следующее что ему нужно делать Это переходить в блинк Следующее что ему надо делать Это переходить в блинк Ораклы летят разведывать Здесь пробка тут как тут Соперник просто душит Не дает ему спокойно жить Бегает адептами, крушит пробок Найс в свою очередь Бегает ораклами, крушит пробок То есть везде защита, атака Очень-очень сумасшедшая Корейская пвп Просто Просто вообще психи на самом деле Ребята что они творят Шестая минута У обоих по 50 лимита Идет просто кровавиший замес По 2000 размены И Найс переходит не в блинк Не в блинк он переходит Он переходит в твайлайт И делает даркшрайн Вот так вот Он понимает что его соперника Мало контроля карты Как бы прикольная идея Попробовать дарков Спорная Спорная идея Конечно дарков пробовать Потому что Ну соперник все-таки Играет в блинк У него явно Должен быть робо Более-менее По какому-то таймингу И естественно Он построит хотя бы Одного обсервера Вот Соперник кстати Использует классный трюк Он делает постоянную Иллюзию феникса Как-то гоняется за ораклами Таким образом Он просто контролирует Их передвижение И просто знает Где эти ораклы То есть Неплохая такая Мультизадачная штука Если вас хватает АПМ Обязательно пользуйтесь Вот Майс уже продолжает Делать блинку Я думаю догадался Все-таки что Ну в конце концов Блинк ему да понадобится И скоро у нас Наполнится вторая база По экономике Ребята смотрите Восьмая минута Это почти как в бронзе Вот Почти как в бронзе Только в бронзе Конечно к восьмой минуте Нету вот этих Кровавых замесов По 3000 минерала Размена И с помощью иллюзии Вражеский протас Блинкается наверх Найс сразу же Его подкрепляет пилоном И варпает дарка На защиту Вот дарк в защите Кстати отлично сработает Все равно соперник Уже знает Про наш даркшайн Уже увидел И нас делает Прокси гей То есть интересно Он собирается его давить На самом деле интересно То есть Во первых Он сейчас будет Дарками наносить урон Ничего не нанесет Конечно же Первый дарк Только половину жизни Снимает С интере А именно Щита Которые восстановятся Ничего Оракл не может добиться И Ну реально Проигрывает Проигрывает Найс У него дарки У него блинк То есть Его здесь душат Там душат По всех сторон Его душат Очень тяжело Ему конечно Приходится Отстает уже На 10 лимита И если он Перейдет в пуш Вот этой Третьей базы Про которую он Знает Мне кажется Он будет Конечно Не в лучшей позиции Он и так Отстает Ему нужно Как-то Наносить урон Нужно как-то Харасить Как он Собирается В принципе Возвращаться За эту игру Ставит свой пилон Готовится Свой третий Нексу Ставить И выходит В пуш Такой пуш 11 Буквально Сколько у него 8 9 10 11 11 Сталкеров На 9 Минуте Естественно Здесь он Ничего Не добьется Он лишь Сможет Убить Одну Центру И то И то Решил Не экспериментировать Понимает Что его Сталкеров На данный момент Не больше И лучше Аккуратно И начинается Микроконтроль Будем смотреть Медленно Будем смотреть Аккуратно За этим Микроконтролем Что покажут Наши корейские Профессионалы Какой геймплей И смотрим Сталкеры Аккуратно Отблинкиваются По одному Убивают Одну Центру Вторую Сталкера Ни одного Сталкера Найс не теряет Отличный контроль Фокусит Еще одного Сталкера Второго Сентрю Сентрю Не дает Завкусить Зил И начинает Фокусить Зил Как первого Второго Третьего Тем временем Оракл Залетает На мейн Начинает Выжигать Рабочих Уже 9 килов У оракла Здесь Отличная Позиция Смог Своим Блинком Занять Широкий Фронт Смог Отблинкнуться Назад Спасает Сталкера За сталкером Максимум Максимум Выжимает Из всей Этой Ситуации И просто Вот с этой Позиционки Умудряется Отбить Всех Всех Юнитов Соперника Уже Чаршу Зил Но Чарш Я думаю Не поможет Здесь 4 сталкера На 2 Здесь 7 на Остатки Зил Перегруппировка Идет Вражеский Стос Отблинкивается Тем временем Забегает Один Дарк За ним Бежит Зила То есть Стос Это заметил Он понял Что так Не пройдешь А Найс Продолжает Давить Продолжает Душить Прыгает Отличный Отличный Микроконтроль И Вот Кажется Проигранную Игру Найс Переводит Опять В плюс 10 Лимита Для себя И у него Больше Рабочих Понимаете У соперника Есть 30 База Да Есть Но у него Меньше На 10 Рабочих У него Меньше Рабочих Сейчас Добывает Поэтому С каждым Разменом Найс Выходит В плюс И в плюс То есть Сейчас Выгодная Ситуация Внезапно Стала Но тут У соперника Призма Это 2 уровня Блинка То есть Он может Один раз Блинка Со способностью Второе Спрыгать В призму Прыгает Вперед Не выдерживает Решает Что в самое Время Нападать На Найс Вперед И вот Он начинает Призмой Атаковать Сумасшедшая Микро Этих Двух Продолж Просто Корейские Профессионалы Показывают Найс 6 гейток И он попадает В западню В западню Найс Убивает Призму Отходит Назад Сейчас Занимает Лучшую позицию Чтобы сажаться С зелками Покусит Сталкера Раз Сталкера Два И его Гонят Его гонят Зелки То есть Вражеский Професс Умудрился Всяно Даже Опять Плохую Ситуацию Перевернуть Как бы В нормальную Но попадает В западню Здесь у зелков Не лучшее место Для атаки Сталкеры Запрыгивают В мертвые споты Чтобы их зелки Вообще Не могли бить Выпрыгивают В итоге зелки Остаются бесполезные То есть Доварп зелков Был лишний Здесь начинается Еще замес Будет ли бы Линк от сталкера Нет Не успел Чуть-чуть Но успел Доварпать Теперь его Превосходство Опять по армии То есть Только что Было все наравне И теперь Опять Сумасшедшее Пвп Найс Продолжает давить Продолжает давить Идет Просто Дичайший Размен И мне кажется Вот этот вот Вот этот вот Залп по сталкеру Он увернулся В последний момент Просто сталкером Идет дальнейшая Микро Посмотрите на эту Кровавую бойню Посмотрите на потери Десять тысяч Потери Просто Десять тысяч Идет дичайший Размен Сумасшедшая Микро Но Найс Переконтроливает Он лучше фокусит Он лучше отмикривает Каждого сталкера По чуть-чуть То есть Он успевает И спасать Покосанных сталкеров И отходить Покосанными сталкерами Кто заметил И при этом Еще фокусит Нужных сталкеров Соперника И теперь Конечно В этой ситуации Не кажется Что все хорошо У Найса Но В реальности За счет Дабварпа Найс Конечно же Сейчас будет Додавливать Здесь идет Батарейка В минеральную линию Батарейка будет Очень сильно Помогать Протасу Соперника Ее раньше Просто не было На нее минерала Представляете Не было минерала Поставить батарейку Шел дикий Кровавый замес Он накопил Накопил Еще один До варп Найса Минус сталкер Ответный Пытка ответного Минус сталкера У него нет Найс теряет Два сталкера Теперь ник не теряет Ни одного Но его меньше По лимиту Позиция лучше Найса Варпнулся Дарк Варпнулся Один Дарк Идет Просто Дичайший Размен Дарка Видно Есть Обсервер Дарк Наносит Один Удар И падает Падает Бесполезный Варп Дарка Получился И идет Дальнейшая Просто Кровавая Битва Просто Просто Замес Какая Дичь Просто Вообще Вот это Ну это Профессионалы Умирает Дилат Умирает Дилат И идет И идет Подкрепление Не знаю У Найса Нету шансов Здесь Просто Нету шансов Уже Наверное И От Блинк Да Найс Все-таки Не смог Не смог Одолеть Этого Баркода Баркода Конечно ММРа Побольше То есть Скорее всего Это Стат Или еще Кто-то То есть Из ребят Которые Там Под 7к Уже Играют Вот Ну мы Посмотрели На стиль Найса Посмотрели На Какую Игру Выбрали Сегодня Именно За Найсом Понаблюдать Расскажите Обязательно В комментах Нравится Ли вам Формат Где мы Наблюдаем За одним Игроком Или Интересно Анализ С обоих Сторон Происходить Потому что Первые Такие Обзоры Я хочу Делать Прилипая К одному Игроку И смотреть Как у него Идет Игра То есть Не важно Выиграл Он или Проиграл Я заранее Не знаю Мы реально Это наблюдаем Всякие Различные Реплеи Профессионалов Вот Надеюсь Вам понравилось Обязательно Смотрите Плейлист С играми Профессионалов С вами Был Тед Подписывайтесь Ставьте лайки Всякая Ютубская Штука До новых Встреч Пока